Друзья, мы решили, что наш проект для детей и исследователей искусства продолжит свою работу, но в виртуальном формате. А это значит, мы продолжим исследовать произведения искусства, которые находятся в собрании Музея Машкова. Но будем это делать с помощью видеоматериалов. Также мы подготовили для вас карты заданий, путеводители, различные раскраски, которые позволят узнать о картины больше. Картина, о которой сегодня пойдет и речь, это работа венецианского мастера, это Пьетро Делавеки, это 17 век. Мы ее с вами могли видеть на экспозиции Музея, но она всегда заставляет остановиться. Здесь очень много деталей, здесь целая история. Смотреть ее непросто, здесь много движения и приходится достаточно долго останавливать свое внимание. И чтобы понять, кто здесь изображен, нужно обратиться к библейской истории, обратиться к Ветхому Завету, где есть сложенные события, которые происходили до рождения Христа. Смотрите, здесь мы видим Елезара, это старейший слуга Авраама. Здесь рядом с ним мы видим девушку, которую одаривает. Все эти прекрасные вещи, которые находятся в сундуке, они предназначены для нее. Давайте вглядимся в ее лицо. Какое она выглядит? Она выглядит удивленной. И чтобы понять, почему здесь такие эмоции, мы должны вспомнить историю. Елезар – это был слуга Авраама, которому было дано поручение найти для сына Авраама хорошую жену. Для этого он отправляется в родные земли Авраама. Он отправляется туда не один. Как вы видите, здесь, смотрите, очень много рядом с ним слуг. Здесь на данном плане мы видим верблюда. Здесь в прекрасном сундуке много интересных предметов. Это украшения, кувшины, очень драгоценные вещи. И когда Елезар – он обращается в молитве к Богу и просит, чтобы к колодцу подошла та избранная девушка. В скором времени выходит Ревека. Здесь мы ее видим. Он видит, что это очень красивая девушка. И он испрашивает у нее воды. Она любезно соглашается и наливает воду не только ему, но и всей его свити, верблюдом в том числе. И он понимает, что это еще очень добрая девушка. Здесь мы видим уже моменты дарения. Он доставит все эти прекрасные вещи из сундука. Смотрите, протягивает ей меди-буз. Здесь еще очень красивый медаль Юма. Там какое-то изображение женской фигуры, какая-то драгоценная вещь. Ревека у нас в изумлении. Она еще не понимает своей судьбы. Но все это событие, оно чрезвычайно важное. Это то событие, которое определит во многом судьбу еврейского народа. Ревека становится женой Исаака, а их сыновья – родоначальниками двух народов. Ну вот мы с вами уже много-много всматриваемся, да, долго. И можем понять, что одежды двух главных персонажей, они отличаются от древнего времени, да. А художник их делает их своими современниками. В образе Ревеки мы видим такую вот красивую венецианку. У нее светлые волосы по моде того времени. Да, смотрите, украшены множеством жемчужин. Очень красивый ее наряд светло-розовый. А в образе Елизара мы буквально видим какого-то венецианского купца. То есть художник делает их более своими современниками, да. Мы помним, Петра Далавеки – это художник 17 века.